Здравствуйте! Это программа Резонанс на ТНТ Онега. Меня зовут Ефим Овчинников. К Новому году торгово-развлекательный комплекс Лотос Плаза сделал нам сразу три подарка. Здесь открылись зоопарк, колесо обозрения и склон для ватрушек. Давайте осмотрим все по порядку. Колесо обозрения выросло около Лотос Плаза на глазах петрозаводчан. Его собирали, а потом испытывали на протяжении месяца. В столице Карелии еще никогда не было настолько современного и комфортабельного аттракциона. Что ты видел? Расскажи. Весь город. И озеро. Да? На колесе два вида кабин. Полностью закрытые и те, что с окнами. Хочешь – познакомься с холодным северным ветром, ну а если мерзляк – добро пожаловать в кабину, где есть отопление. Работает аттракцион с 10 утра до 10 вечера. Только по понедельникам открывается чуть позже – с 12 часов дня. Высота нашего колеса обозрения сейчас на данный момент в макушке составляет 32 метра. Все наши кабинки, которые полностью закрыты, они отапливаются. У нас стоят полутора киловаттные печки. Обозрение города – это практически целиком весь город видно. В ночное время, правда, конечно, темновато, но тем не менее все хорошо очень видно. Нам нравится наше местоположение, я думаю, что люди будут довольны. По словам организаторов, безопасность здесь – самое главное. Перед открытием колесо обозрения прошло все возможные экспертизы. Изнутри кабины не открываются, детей пускают только в сопровождении взрослых. Ну а сверху видны другие объекты, которые появились около Лотос-Плаза. Очередь моментально выстроилась к экологическому парку. Его открыли в тот же день, что и колесо обозрения. Здесь около 40 видов животных. От зайцев до волков. На граждан загадочно смотрят совы. Здесь дремлют пока еще не привыкшие к новому месту рыси. Дети пищат от восторга. Этот комплекс рассчитан на всех, но, конечно, самые маленькие посетители благодарны особенно. Кто тебе больше всех понравился из животных? Скажи мне. Волк. Волк. Конечно, это важно. Это же природа. Мы все единая природа. Поэтому это важно. Дети должны видеть это все. Быть добрее. Да? Руслан, вот. Это главное. Когда дети читают книжки, когда они смотрят фильмы, видят этих животных, а в натуре их не воспринимают. Они их боятся. Они не чувствуют контакта. А здесь у них есть возможность увидеть вот эту дикую природу в жизни. И я считаю, что это большая сила. Сила большая в том, что дети становятся добрее. Они общаются с животными. У них не появляется ни страха, ни агрессии. И тогда мы получаем нормального, я считаю, абсолютно гармонично развитого личности. Конечно, в клетки к животным никого не пускают, но для зрителей ТНТ «Онега» сделали исключение. Вольер, где живут обаятельные кролики, открыли для посетителей. Вы хотите пообщаться с ними? Заходите сюда, разрешаю, давайте. Ему так приятно, когда такая девочка его греть-то будет, а? Открытие этого аттракциона горожане тоже ждали. Детей, понятно, отсюда не выгнать. Но и взрослые, особенно граждане советского происхождения, оценят точно. Вниз скатился. А обратно на горку тебя тащит подъемник. Таким образом, около Лотос-Плаза появился целый комплекс развлечений. От колеса обозрения до зоопарка под открытым небом. Есть где всей семьей отдохнуть на новогодних каникулах. Уважаемые телезрители цифрового пакета кабельной сети Petronet. С 1 января 2018 года наше официальное название в списке телеканалов ТНТ Онега. Ищите в цифровом пакете отдельный канал ТНТ Онега.